МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Платье для ведущей предоставлены шоу-румом «Казино». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нижний Новгород прощается с жертвами резни на автозаводе. На их убийце взят под арест. 12 человек на место. Невиданный конкурс в общественную палату. Стать ее членами хотят те, кому не все равно, каким будет наш город. Погорел на взятке. Мошенник попытался договориться с сотрудником полиции за 50 тысяч рублей. Зарплаты не хватает. Средний размер микрозайма в регионе увеличился на 9%. Кто и сколько берет в долг? В Нижнем Новгороде грядет ночь кино. Что сможем посмотреть и где ждут посетителей до самого рассвета? О главных событиях пятницы расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Елена Демидова. Здравствуйте. Сегодня в Нижнем Новгороде прощаются с погибшими в кровавой резне на заводе «Газ». Напомню, в среду один из сотрудников предприятия устроил в цехе настоящую бойню. Взыгравшая ревность заставила мужчину наброситься на свою возлюбленную прямо на рабочем месте. Случайными жертвами стали четверо коллег, которые попытались заступиться за женщину. От полученных ножевых ранений возлюбленные ревнивцы, а также двое ее защитников скончались на месте. Проводить убитых в последний путь пришел почти весь коллектив завода «Газ». Люди несли цветы и венки с траурными лентами. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся. Прощание с погибшими проходило в разное время, чтобы желающие смогли проводить в последний путь всех троих. Тем временем еще двое пострадавших находятся в больнице. Напомню, один из них был доставлен в состоянии средней степени тяжести. За жизнь второго мужчины врачам пришлось бороться. При госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое. Сейчас угроза жизни пострадавшего миновала и его перевели из реанимации в обычную палату. И сегодня же нижегородцу Сергею Барахову, устроившему кровавую бойню, избрали меру пресечения. Он заключен под стражу до 22 октября. Сейчас ревнивец по-прежнему находится в 40-й больнице под конвоем. Круглосуточно рядом с его палатой дежурят полицейские. Медики заходят в палату к подозреваемому, также в присутствии правоохранителей. Как только состояние Сергея Барахова улучшится, его переведут в больницу при следственном изоляторе. А теперь к другим темам. Небывалый ажиотаж. Более 400 человек изъявили желание стать членами общественной палаты Нижнего Новгорода. Конкурс, как в престижный вуз, 12 человек на место. И все хотят решать реальные проблемы. Благо в городе их накопилось немало. Энтузиастам устроили строгий отбор. Из 400 заявок для финального этапа отобрали 135. И сегодня на форуме с символичным названием «Активный Нижний» выбрали 33 самых достойных. Не хватает трех шагов. Отсутствие инструмента не является проблемой. 135 человек. И каждый из них претендует на место члена общественной палаты. Среди них активисты, режиссеры, ученые, бизнесмены, журналисты, словом, люди, которые готовы уже сейчас менять город к лучшему. Кто, как не человек на коляске, лучше поймет другого инвалида. Или маму с малышом, которая вынуждена идти по разбитым дорогам в магазин. Именно поэтому в Нижнем Новгороде и решили создать своего рода буфер между власть имущими и простыми нижегородцами. Интересно, что воплотить эту хорошую задумку в реальность смогли только после прихода к власти Елизаветы Солонченко. Общественную палату мы могли создать вообще давно. И они могли создать. Важно то, как она будет работать и чем она будет заниматься. Поэтому в этой ситуации моя задача, чтобы та общественная палата, которая сегодня будет создана, чтобы мы максимально сделали конструктивную взаимодействие, чтобы она стала партнером городской думы, городской власти, через которую мы будем слышать, какие изменения необходимы. Цель простая. У каждого из выбранных кандидатов есть своя идея. А если собрать активных людей с разными идеями вместе, они сообща смогут сделать их реальностью. Это можно увидеть даже на финальном этапе выборов. Сразу несколько команд из совершенно разных людей, зачастую незнакомых друг с другом, решают, чем же общественная палата будет заниматься и как им взаимодействовать с властью. Мы все знаем, что власть сволочи против населения. Только бы обидеть и повысить цены. И власть знает, что население ничего не надо, кроме психов, которые ходят и пристают к власти. Вот эти два стереотипа, их надо поломать. Надо научить власть общаться с населением, научить население общаться с властью. Моем понимании, общественная палата – это одна из площадок, где такое будет происходить. По уму таких площадок надо много. Скептикам здесь не место. Каждый из кандидатов верит, что общественная палата – это не удостоверение, которое пафосно можно показать сотруднику полиции, а реальный, живой инструмент преобразования города. Так, например, думает и Роман Пономаренко, который не понаслужки знает, как тяжело приходится маломобильным людям. Если бы я так думал, я бы здесь не был. Потому что просто сидеть и просиживать, и показывать корочки мне неинтересно. У меня очень мало времени свободного. И я его уделяю там, где действительно это эффективно. Поэтому я вижу в общественной палате эффективный орган. Среди кандидатов – люди совершенно разных профессий, разного возраста и социального положения. За будущее города душа болит и у режиссера Евгения Кудельникова, и у руководителя волонтеров Сергея Шухрина. Не обошлось и без наших коллег-журналистов. Основная моя идея – чтобы город стал максимально комфортным для всех его жителей. Это возможно сделать. Более того, город, который будет комфортен, например, для людей на инвалидных колясках, он автоматически станет комфортнее и для людей, которые передвигаются пешком на двух ногах. Дебаты, жаркие споры и само голосование продлится до позднего вечера. Именно нижегородцев, ставших членами общественной палаты, объявят в понедельник, 28 августа. И эта палата будет в прямом смысле уникальной. Главная особенность общественной палаты Нижнего Новгорода заключается в том, что отказались от традиционной схемы предоставления квот чиновникам и промышленникам. Все места отдали тем, кто переживает за судьбу города неподолгу службы. Эти люди искренне готовы менять что-то к лучшему. Они готовы тратить на это свое время и свои силы. И пусть кто-то назовет их идеалистами. Антон Галеев, Алексей Ревягин, Служба новостей, город. На Нижний Новгород надвигается Мичиган. Так называется вирус гриппа, который ожидают на территории региона в этом году. Это подвид свиного гриппа и он имеет похожие признаки. Какие, расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – мебель из натурального дерева от муромских мастеров. Заболевания относятся к инфекционным и отличаются повышенной заражаемостью. Заболевшие ощущают недомогание. Температура может подняться до 40 градусов и ее трудно сбить жаропонижающими. Наиболее эффективный метод диагностики – лабораторные исследования. Сейчас российская вакцина «Сови-грипп» для детей поступила во все детские поликлиники области. Для взрослых медучреждений Нижнего Дзержинска-Бора и Кстова. Нижегородцы будут лечить с помощью генной инженерии. Новое оборудование уже применяют в городской больнице номер 39. Механизмы позволяют лечить детские заболевания. От ревматоидных артритов до болезней сердечно-сосудистой системы. В процессе лечения сейчас, конечно, специалисты у нас широко внедряют препараты в генной инженерии, которые позволяют нам стремиться инвалидизацию детского населения, особенно с ювелирными ревматоидными артритами. В это учреждение в рамках программы модернизации было закуплено 3 единицы оборудования, которые позволят своевременно и качественно провести диагностику этого заболевания, что имеет немаловажную роль. Это аппарат УЗИ экспертного класса, это аппарат холтерского мониторирования, который позволяет делать мониторирование электрокардиограммы, и аппарат мониторирования давления у детей. Губернатор потребовал ставить такие сложные операции на поток, чтобы сократить инвалидность среди юных нижегородцев. Реконструкция московского вокзала выполнена на 50%. Полностью железнодорожная гавань будет готова в феврале следующего года. Нижегородцы и гости города увидят новое современное здание. Его оборудуют эскалаторами, несколькими лифтами, обустроят дополнительный зал ожиданий с игровой комнатой для детей. Безопасность вокзала обеспечат новые камеры видеонаблюдения и современные пункты досмотра. И сейчас мы подводим итоги интерактивного голосования. В течение недели мы принимали звонки, чтобы узнать, что нужно делать в нижегородских дворах в первую очередь. И вот каков результат опроса. Большинство дозвонившихся, 46,5%, считают, что необходимо отремонтировать дороги во дворах. 26,5% наших зрителей думают, что важнее всего устанавливать там детские площадки. И, наконец, 27% зрителей считают, что сейчас нужнее всего парковки, и надо решать именно эту проблему. Мы благодарим зрителей Первого городского телеканала, отдавших свой голос за тот или иной ответ. Ваше мнение очень важно для нас. А вы знаете, кто такие доулы? Нижегородки стали все чаще обращаться к их помощи. Это греческое слово, и в переводе оно означает «рабыня». Однако теперь так называют помощниц в природах. Речь не об акушерках или врачах, а об отдельной профессии, с медициной связанной лишь косвенно. В России доулы появились совсем недавно. Большей популярностью они уже давно пользуются в Америке и Европе. В Нижегородской области доулами работают всего 10 женщин. Доул – это женщина, у которой есть свой опыт, хороший опыт родов, которая сопровождает другую женщину в родах. Она оказывает ей непрерывную эмоциональную, моральную, бытовую и информационную поддержку. Доула всего лишь посредница, а не врач-помощница и разъясняют действия доктора, поддерживают во время схваток и на других этапах родов. К слову, раньше на Руси такую роль выполняли старшие женщины в семье, то есть наиболее опытные, обычно еще и многодетные. Есть исследования научные, которые доказывают, что просто присутствие спокойной уверенной женщины уже снижает риск кесарево сечения, любых вмешательств, сокращает продолжительность родов. Наши врачи к новой профессии относятся скептически, однако психологического фактора не отрицают. Помощь лишней не будет. Доула не обделит вниманием и будет давать положительный эмоциональный настрой. В развитых европейских странах, скажем так, эту функцию выполняет вторая акушерка. А у нас одна акушерка на несколько боксов. Чтобы стать Доулой, во-первых, нужно самой быть матерью, а во-вторых, закончить специальные курсы, ведь каждая роженица имеет свои особенности. Стоимость такой услуги в нашем регионе от 15 до 20 тысяч рублей, а вот в некоторых столичных роддомах доула должность штатная. Ее услуги бесплатны для женщин, рожающих с полюсом ОМС. Далее информация от наших партнеров, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Погорел на взятке. Мошенник попытался договориться с сотрудником полиции за 50 тысяч рублей. Зарплаты не хватает. Средний размер микрозайма в регионе увеличился на 9%. Кто и сколько берет в долг? В Нижнем Новгороде грядет ночь кино. Что сможем посмотреть и где ждут посетителей до самого рассвета? Вы смотрите службу новостей города, и мы продолжаем. Неравная родительская любовь стала причиной кровавой расправы. 32-летний мужчина жестоко убил своего младшего брата. В качестве орудия преступления он выбрал молоток и ножницы. Подозреваемый бесчеловечно расправился с братом в собственный день рождения. По его словам, он больше не мог терпеть невнимание родственников, а всеми любимому младшенькому давно завидовал. Свою вину подозреваемый отрицать не стал, сейчас он находится под стражей. Криминальную хронику продолжит рубрика «Место происшествия». Пытался выкрутиться, а в результате попал еще под одну статью. Мужчину, подозреваемого в совершении серии преступлений, теперь будут судить еще и за попытку дачи взятки должностному лицу. Он являлся подозреваемым в совершении серии мошенничеств в отношении Нижегородцев. Осознав, что за совершенные противоправные деяния его может ожидать уголовная ответственность, мужчина попытался уйти от наказания и предложил, сдержавшему сотрудникам полиции, 50 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Сейчас дело направлено в суд, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Порочил честь не своего мундира. Молодой человек придумал необычный и незаконный способ поправить свое финансовое положение. Для этого он представлялся сотрудником полиции и даже показывал фальшивые удостоверения. Злоумышленник проникал в квартире пенсионеров под предлогом проверки денежных средств на наличие поддельных банкнотов и похищал часть денежных накоплений потерпевших. Прокололся мошенник случайно, выбегая из квартиры очередной жертвы, выронил фальшивые удостоверения. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Свою вину он отрицать не стал и даже раскаялся. Сейчас найдены уже 9 человек, пострадавших от действий подозреваемого. Однако у полицейских есть основания полагать, что жертв мошенничества может быть больше. Всех, кто оказался обманутым этим молодым человеком, сотрудники полиции просят сообщить о преступлении по телефону. 268-61-10 или по каналу связи 0-2. Решил, что на трассе можно не пропускать. На МСФ Держинске женщина оказалась под колесами Ауди. Проезжую часть пострадавшая переходила по пешеходному переходу. Судя по всему, водитель легковушки даже не попытался сбросить скорость. От удара женщину отбросила на другую часть дороги. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Работодатели зарплатами не радуют. Средний размер микрозайма в регионе за последние полгода увеличился на 9%. Сколько теперь нижегородцы берут в долг до зарплаты у микрофинансовых организаций, расскажем далее в обзоре финансовых новостей. Спонсор рубрики «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Фонд Черноземья». Среднюю сумму микрозайма в регионе сейчас составляет 10 085 рублей. Как правило, этой суммы до зарплаты чаще всего недостают молодежи в возрасте от 25 до 29 лет. Людям среднего возраста в долг требуется сумма побольше. Им обычно не хватает 12 000 рублей. Самые скромные запросы у юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет. На личные расходы они берут микрокредиты в размере 7 000. Дольщики жилого комплекса «Квартал Европейский» ищут инвестора. Напомню, застройщик компании «Квартстроя НН» не сдал в эксплуатацию несколько многоквартирных домов. По предварительным подсчетам на то, чтобы достроить жилой комплекс, необходимо 400 миллионов рублей. Отмечу, что помочь обманутым дольщикам готовы региональные министерства строительства. Ведомство выделит тому, кто будет помогать дольщикам земли для возведения четырех многоквартирных домов. 50 броневиков «Тигр», произведенных в Арзамасе, закупят власти Египта. Автомобили необходимы для нужд Министерства внутренних дел. Отмечу, что представители МВД Египта уже осмотрели машины. В данный момент готовится контракт на поставку техники. По данным Центробанка, курс доллара США на выходные составит 59 рублей 14 копеек, евро 69 рублей 69 копеек. Цена за баррель нефти марки «Бренд» – 52 доллара 41 цент. Киновыходные в Нижнем Новгороде. В субботу и воскресенье в столице Приволжья пройдут бесплатные показы фильмов. В программе как классика отечественного кинематографа, так и недавно вышедшие на большом экране творения местных режиссеров. Кстати, площадками для проведения акции станут не только кинотеатры. Время первых «Кухня. Последняя битва», «28 панфиловцев» и «Снежная королева 3» фильмы на свой вкус найдут и взрослые и дети. Кстати, картины для просмотра в «Ночь кино» выбирали сами жители. Всероссийская акция «Нижегородская область» присоединилась во второй раз 26 августа в субботу. «Ночь кино» начнется в 16.00 на площади Маркина. Зрителям представят картины «Балерина и рейд». Продолжатся мероприятия в пространстве «Кинофактура» на «Варварской 32». В 21.00 состоится показ фильма нижегородского режиссера Алексея Логинова «Ветлуга. Простая история простых людей». В 10 вечера зрителям предложат познакомиться с кинокартиной «Три» Павла Хвалеева. А в полночь горожан порадуют уже полюбившимся фильмом нашего земляка Евгения Кудельникова «Студия Нижний». 22.00 в нашем кинотеатре для маленьких мы в 13.00 покажем «Снежную королеву». В 19.00 могут прийти уже взрослые и мы покажем время первых. И в 21.30 у нас будет «Кухня. Последняя битва». Вход абсолютно бесплатно. Мы всех ждем на нашем мероприятии. Вечер в воскресенье. Ценители кино также могут провести на площади Маркина. С 16.00 там начнется показ мультфильма «Кот гром» и «Заколдованный дом». А более зрелая аудитория предложит посмотреть фильм «Ганмен». Всего же в акции «Ночь кино» примут участие 92 площадки Нижнего Новгорода и области. Мы активно сотрудничаем с фондом кино, который несколько лет назад запустил программу оснащения современным кинооборудованием кинозалов в населенных пунктах до 500 тысяч человек. Это и Лысково, и Урень, и Саров, и другие города. Там состоятся показы этих фильмов. «Ночь кино» станет финальной точкой фестиваля «Нижегородский кинограф». Если вы в эти выходные соберетесь отдыхать у Волги, смотрите в оба. Один турист оставил в наших водах послание в бутылке. Зачем, расскажем далее в обзоре социальных сетей. Путешественник Владимир Рыжов с детства мечтал найти послание в бутылке, а в итоге решил сам писать такие письма. Видеозаписи с отправкой приветов мужчина выкладывает в сеть. Лишь бы эту бутылку поскорее нашли, чтобы она не загрязняла реку. Депутат Госдумы от нашего региона Денис Москвин установил флаг Нижегородской области на Северном полюсе. Политик был в экспедиции на самом большом атомоходе «50 лет победы». Путешествие длилось 10 дней. В Русской Арктике депутаты провели самое северное заседание на тему атомной промышленности. Красиво, но что это значит? Новое граффити, появившееся на стене дома по улице Белинского, вызвало у прохожих много вопросов. Авторскую идею многие не поняли. А мы напоминаем о том, что уже в эти выходные состоится кастинг нового сезона популярного музыкального реалити-шоу «Звезда караоке на Первом городском». Хотите стать участником? Приходите в воскресенье 27 августа в 15.00 в караоке-клуб «Саунд-холл» по адресу улицы Рокоссовского, 15 и удивите нас своим голосом. Далее эфир продолжит наш традиционный опрос. Мы спросили у нижегородцев, какие хорошие события произошли в их жизни, а за самые интересные ответы вручили приз, пригласительный на выставку в парк живых бабочек. Спонсор хороших новостей – парк живых бабочек. С 1 июля ждем вас в Терце Нева. Мы приехали из Мичуринска, Тамбовской области, с ребятами гуляем, получаем удовольствие от прекрасного вообще города, архитектуры. Из друг моих детей, Женя, и все. Мечтали долго о крестинах, и вот как раз в отпуске осуществилась наша мечта, попросили дочу. Ну да, с другом встретился. Они виделись около пяти лет, вот, это самая, наверное, хорошая новость. А сестра уходит замуж. Вот хорошая новость для меня. Сестренка, я тебя от души поздравляю. Хочу, чтобы ты жила счастлива, чтобы бождая обижала. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам отличного настроения, только хороших новостей. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова